Добрый вечер, уважаемые зрители. Закончился шестой тур группового этапа в Берлине. Много он нам эмоций принес, не всегда положительных. Партия тура Есипенко-Накамура, безусловно, хотя для нас, российских болельщиков, к сожалению, она закончилась лишь в ничью после огромного перевеса, который был у Андрея. Но давайте посмотрим еще раз, что же произошло в этой партии. Все другие партии как-то померкли, хотя и в них очень много всего необъяснимого происходило. Итак, Е4-Е5, итальянская партия, которую Андрей часто применяет. Не только Андрей, это дебют борется с испанской партией за звание дебюта номер один после первого хода черных, Е5. А4, хитрый порядок ходов, белые стремятся как можно скорее поставить пешку на А5, а если черные здесь ходят А5, то свои проблемы у них бывают. Итак, А6-0-0-D6, очень много порядков, возможных нюансов, тут можно говорить с часами и вечно об этих вариантах и об этом дебюте. А5 белые свое достигли, слон А7-C3, 0-0-H3-H6, и здесь достаточно редкое продолжение, слон Е3, брошена перчатка, белые вызывают черных принять решение, бить или не бить, вечный вопрос, а если бить, то в какой момент. Слон Е3 выглядит гораздо более логичным, но тогда свои козыри у белых появляются, вскрываются линия Ф, такой вот маршрут, конь А4, конь Ф5, ферзь Е1, ферзь Е3. В принципе, очень похожий план часто проводят черные после того, как они играют слон Е6. Накамура не решился побить на Е3, и вообще, вот следующие ходы он делал очень неуверенно, подзяв Е8, ферзь Б3, еще один нюанс, пешки на А5, она не дает возможности черному коню прыгнуть на А5, и делает ход ферзь Б3 возможным. Пешка на А7 под боем, вновь дилемма, что делать, как ходить, как защищать эту пешку. Сыграно было ферзь Е7, слон Е6, мне кажется, заслуживал очень серьезного внимания, пользуясь тем нюансом, что после ферзь Б7 черные защищают коня на С6, затем отыгрывают пешку с хорошей игрой. Понятно, что ферзь Б7 после слона Е6 никто ходить не будет, но тогда уже белым придется решать, бить или не бить, в какой последовательности, кого именно. Одним словом, было бы интересно увидеть их игру дальше. После ферзь Е7 белые продолжили развитие, конь БД2, тут уже, когда ферзь ушел так далеко, можно ли сыграть слон Е6 было или нет? Здесь проблема в том, что после слона Е6 уже ферзем не побьешь из-за ферзь Б7, ну а ФЕ свои нюансы. Если уж ходить слон Е6, надо было ходить ходом раньше, но проблема в том, что развить слона хочется, а пешка на Б7 под боем. Поэтому Накамура делает ход ладья Б8, но, честно говоря, из моего опыта, когда черным приходится после слона А7 ходить конем на А7, брать на А7, потом возвращаться этим конем, терять время, обычно это ни к чему хорошему не приводит. Например, здесь после слона А7 кони, 7 кони ушел из центра, и белые сразу же пользуются моментом, играют Д4. Опять же, вот это давление на Ф7 дает о себе знать, где-то после ЕД, например, побить на Е4 будет невозможно, ввиду того, что после слона Ф7 черные потеряют материал, но белые после ЦД захватят центр, и такой вот сдача центра тоже может привести к тяжелой для черных позиций. В партии они пошли конь С6, но тогда после ладья ФЕ1 белые, в принципе, добились все, о чем они могут мечтать, играя итальянскую партию. Поле опять под контролем, пространство на ферзевом фланге белые захватили, в центре они давят, а черным не так просто развиваться, не так просто маневрировать. Слон Д7, слон Е6 невозможный за Д5, здесь Д5 все равно белые пошли, закрыли диагонали от ВАЖ8, но отбросили коня черных вновь на А7, слон Ф1, и после коня Х7, Ц4, партия плавно перетекла, структура открытого дебюта перетекла в структуру закрытого дебюта, какие-то страндийские мотивы появились, правда, без фенкетированного слона. Конь Ж5, ферзь Е3, конь Ф3, конь Ф3, план белых очевиден, они будут двигать свои пешки вперед на ферзевом фланге, и в центре конь пока под боем, приходится его защищать. Б4, Ф5, конечно, черные не собираются просто стоять, молча смотреть, как белые зажимают их на ферзевом фланге. Слон Д3, но вот здесь вот интересный момент, возможно, черным стоило решиться на Ф4 и затем сжечь все мосты и пойти Ж5, Х5, Ж4. Ну, понятно, что белые бы тоже в это время контратаковали на ферзевом фланге. Скорее всего, они бы оказались быстрее атаки черных, к тому же фигур не так много у черных легких вокруг короля, конь уже ушел атаковать непонятно чем. Но в партии черные сыграли ферзь Ф6, тогда белые побили на Ф5 и, пользуясь связкой по линии Е, пошли конь Д4, собираются прийти конем на Е6. Проблема в том, что после ферзи Ф7, если сыграть конь Е6, то черные будут этого коня подрывать, пока положение коня нестабильно. Здесь, если сыграть Ф4, последует СД, СД, конь Е7, затем конь Д5. Поэтому Андрей решил стабилизировать положение коня на Е6, подготовить этот ход. Сыграл Э4, но и он, и его соперник не заметили очень сильную возможность, которая здесь была в распоряжении черных. Неожиданная возможность, фигуры под бой всегда тяжело ставить, но, тем не менее, удивительно, что Накамура его не обнаружил, не обнаружил этот ход. Мне кажется, он даже в партиях по минуте порой такие идеи поднимает. Здесь после конь Б6, самое страшное для черных было бы позади, они внезапно раскручиваются, скоординированы лади. Если побить коня, то последует ЕД, Ф4, СБ. Да, у черных много слабости, но и пешка на Ф4 белая, а также вот эти пешки по четвертой горизонтали тоже не являются силой, и позиция внезапно становится примерно равной. Вот такой вот был шанс у Накамуры выйти сухим из воды, однако, однако, все пошло по совсем другому сценарию. С6. Серьезная ошибка, не знаю, что не увидел, что не заметил Накамура здесь. ФЕ, возможно, он надеялся на ход ладья Е5, и только потом понял, что после ферзь Ж3 ладье приходится уходить с линии Е, либо меняться, либо ходить ладья Ж5, но тогда белые уходят обратно. И после конь Е7, ладья Ф1, ладья Е1, конь Е6, в общем, несмотря на то, что, казалось бы, фигуры черных вышли в игру, но все равно чего-то не хватает для полного уравнения. На конь Ж6 последует ДЦ, а если побить ладьей, то ладья АЕ1, и вот вновь выясняется, что черные чуточку запаздывают в своей контр-игре. Я думаю, недооценил вот этот вариант, и здесь выяснилось, что ладья Е5 совсем плохо. Последнее время отдал Накамура здесь, и последний шанс, можно сказать, использовал, сделал ход CD. Не устоял Андрей перед возможностью образовать далеко продвинутую проходную, и сделал сильный ход, но был еще сильнее ход в распоряжении белых. Но Е6, конечно, строго порицать нельзя. Ферзь Ж3, однако, оказывалась практически выигрывающим партию. ДЕ, ладья Е5, ладья Е5, ферзь Е5. Черные теряют пешку, но это пешка, которая равна, в принципе, позиции. Если попытаться как-то перекрыться конем, конь Е7, то вновь фигуры белых слишком сильны. Ладья Е7 – угроза, и черные от этой связки не могут избавиться. Ферзь Е3 – тоже угроза. Но после конь Ж6, например, вот такой вот вариант возможен, и черные теряют фигуру. Итак, ферзь Ж3 выигрывала партию. Первый ключевой момент. Ну, Е6, как я уже отметила, очень сильный ход. Вот ферзь Ж6, здесь белые могли просто взять на Д5, не ввязываясь какие-то осложнения, занять линию С. И затем, после отступления конем, пойти ладья С7 с большим перевесом. Они решили занять другую линию. Да, ход сильный, ход возможный, правда, жертвующий пешку. Но кто думает о пешках, когда есть такое вот давление по линии Ф? И, в принципе, оценка такого давления по линии Е, возможно, была справедливой. Но проблема в том, что у черных в связи с наличием пешки на С4 возникают какие-то контршансы. Ладья 1, Ф3 сыграл Андрей. И здесь Накамура вновь мог попытаться выскочить. Конь Д5, ферзь Е4. Да, белые продолжают давить, но, опять же, у черных свои козыри. А именно вот эта пешка С, она тоже может стать достаточно серьезным аргументом. Еще одна возможность у черных выкрутиться. То есть мы помним ход конь Б6, мы помним ход конь Д5, но здесь последовал ход конь С6. Здесь все болельщики Андрея дружно выдохнули. Все, партия, как мы все посчитали, выиграна, потому что, ну как можно не выиграть партию с пешкой на Е7? Когда все тяжелые фигуры укрепляют эту пешку. И, кажется, еще немножко, еще осталось только дунуть на позицию черных, она развалится. Но, увы и ах, начинают происходить совершенно неожиданные вещи. Король H7. Здесь можно было бы выиграть в таком прямолинейном, прямолинейном способом. Просто пробить оборону черных, сыграть ладья Ф8, на Ц5, скорее всего, последовал бы этот ход. Сыграть ладья Ф3, Ф7. Ну и здесь много всего разного красивого. Но идея в том, что после ЦБ все варианты я вам демонстрировать не буду. В принципе, вы сами их можете посмотреть. Компьютер здесь очень силен, ладья Ж7 следует. Очень красивая геометрия, да, и вот такой вот симпатичный мат. Если черные бьют на Ж7 ферзем, то следует Ф4 шаг, ну и вновь, или мат. И ферзь теряется, и мат. То есть белые могли вот такие вот прямой наводкой просто разбить позицию. Черных пух и прав, но, увы и ах, 35-й ход. А для того, чтобы вот так вот ладья Ф8, ладья Ф7, ладья Ж7 нанести, нужно время. Ну, минут 5, 10. И не хочется считать, и не может сосчитать на падающем флажке. Варианты ферзь Ф4, ход тоже отличный. Ладья Ж8, угрожала ладья Ж3, приходится черным ходить ладья Ж8. Ну и здесь просто взять на С4. Вот просто съесть, забрать эту пешку, забрать последние шансы надежды на контр-игру у черных. И потом подвести ферзя обратно и выиграть-таки эту партию. На Д5, ферзь С3, ферзь Ф4, любой ход возможен. Но почему-то, по каким-то непонятным причинам, вот эта пешка, которую Андрей никак не мог забрать в этой партии, в конце концов и сыграла роковую роль. Ладья Ж3, ферзь Е6, ладья Е3. Ну, мы подумали, да, хорошо, повторил. Повторил ходы Есипенко, но сейчас уже заберет на С4, ферзь С4, Д5, ферзь Ф4 и все вернется на круги своя. Но вот почему, почему ход ферзь С4 не последовал в этой партии, ответить может лишь один Андрей. Ладья Ф8, решил разменять ладьи. Ладья Е8, ладья Ж8 и съел-таки на С4 Андрей. Но проблема в том, что размен ладьи Ф7 на ладью Ж8 уменьшил атакующий потенциал белых, уменьшил поддержку пешки Е7. И сейчас выясняется, что после ферзи Ф7 не хватает вот той вот второй ладьи, которая по линии Ф могла бы помочь белым что-то с этой пешкой сделать. Ферзь А6, переход в ферзевик, но ферзевое окончание это очень непросто, потому что много шахов, много контрыгры. Ну и просто, когда позиция несколько ходов назад была плюс 7, понятно было, что это вопрос всего лишь нескольких ходов, чтобы записать на бланке заветную единичку. А здесь все оказалось уже совершенно не так очевидно и, честно говоря, непонятно, какая оценка этой позиции, возможно ли выиграть или нет. Все-таки очень слаб король белых. Да, пешка А проходная, отдаленная. Ферзевым очень часто бывает важным фактором, но здесь не получилось. Ферзь Д5 шах, король А8, ферзь А2, ферзь Ф4, Ж3, ферзь Д4, А6, ферзь А7 и не будь пешки Д, все было бы по-другому. Но проблема в том, что эта пешка есть и в том, что она тоже идет вперед и отвлекает белые фигуры. Х4, Д5, ферзь Е2, ферзь Д7, ну и здесь, видимо, закончились силы. У Андрея еще повторил ходы, король Ж2 было сыграно и зевнул контрыгру Д4, ферзь Е2, ферзь Д7. То есть белые ничего не сделали, не знаю, насколько возможно было бы сделать, и еще буквально несколько ходов. И все закончилось печально для Андрея, все закончилось в ничью, и эта ничья гарантировала Накамури выход в следующий круг завтра. Для него выходной, он в итоге, после всех этих нервных переживаний, все-таки занял первое место в группе А. И идет дальше Андрей. Андрей возвращается домой и долго, я уверена, еще долго будет прокручивать в голове вот то, что сегодня произошло. Ну что же, остается пожелать Андрею в дальнейшем выиграть в таких позициях, сделать правильные выводы, и проанализировать, понять, почему же не была съедена пешка на С4, не была проведена таки пешка Е7. Ну, да, здесь много решили нервы, и поэтому говорят, что труднее всего выиграть выигранную позицию. Много уже сказано тем, кто завтра играет тайбрейк удачи, тем, кто сегодня победил и завтра не играет удачи в нокауте, но кому не хватило чуть-чуть, будем ждать новых встреч. Турнир такой скоротечный, очень напряженный и очень интересная система, раз столько драмы. Всем большое спасибо за внимание, знаю, обзор затянулся, поэтому заканчиваю его. Не болейте, играйте в шахматы и скоро увидимся.